Здравствуйте, дорогие зрители Универ-ТВ! Сегодня мы приветствуем вас в новом выпуске программы «Исторические портреты». Меня зовут Владимир Мухин. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор. Профессор кафедры Отечественной истории и архивоведения Казанского федерального университета Алла Аркадьевна Сальникова. Здравствуйте, Алла Аркадьевна! Здравствуйте, Алла Аркадьевна! Рада вас приветствовать! Я рада! Предлагаю начать нашу беседу. И первым вопросом, наверное, стоит спросить про то, как вы пришли к Казанскому университету, как вы поступили в Казанский университет. Ведь вы родились в Германской демократической республике, но ваша жизнь прочно, плотно связана с Казанским государственным сначала, теперь федеральным университетом. Довольно необычный жизненный путь. Каким образом вы пришли к тому, что нужно поступать именно в Казанский университет? Я думаю, особо необычного здесь ничего нет. То есть у меня типичная судьба. Дочери советского офицера родилась я в Германии. И жила до семи лет на две страны. То есть то в Германии, то с бабушкой и дедушкой в Оренбурге. Потом, когда родители вернулись из-за границы, два года мы прожили в Самаре. И потом приехали уже в Казань. И вся моя дальнейшая жизнь, она уже связана с Казанью. Что касается Казанского университета, конечно, альтернативы какие-то были. У меня было два варианта, меня очень приглашали. У меня дедушка жил в Ленинграде тогда. И у него, у его друзей дочка была деканом математического факультета Института Герцена педагогического. И она меня очень приглашала туда, чтобы я приехала, поступала. И второй вариант. Тетя у меня работала переводчицей в Совете экономической взаимопомощи в Москве. И у нее была такая прекрасная карьера. Она объездила весь мир как переводчица. И она говорила, приезжай, я тебе устрою на работу. Пойдешь на вечерний в Институт иностранных языков и, в общем, будешь переводчицей. Но почему-то меня эти дороги не прельстили. И я решила остаться здесь, в Казани. Но из казанских вузов здесь совершенно безальтернативно. У меня даже не было мысли поступать куда-то, кроме университета. Но при этом я бы отметил, что у вас хорошее знание языков, насколько я понимаю. Вы знаете несколько языков? Ну, не несколько, это слишком громко сказано. Я знаю прилично английский язык, потому что я закончила 39-ю английскую школу. Ну и потом неоднократно я выезжала в англоговорящие страны. Я там и преподавала, и гранты у меня были. Ну и там я его довела до приличного, совсем хорошего состояния. Но при этом вы решили поступать на историка. Как этот выбор обуславливался? Чем? Просто почему-то, даже вот когда я училась в школе, нам наши учителя и английского языка в том числе говорили, что английский язык, знаете, он должен быть прикладным. У вас должна быть основная специальность какая-то, а язык, он вам будет помогать. И в силу своих представлений тогдашних я не понимала, что, скажем, иностранным языком тоже можно заниматься в научном плане. Я думала, что я буду либо учительницей, либо переводчицей, но как-то мне этим заниматься не очень хотелось. Как протекали ваши студенческие годы? Вы сразу ушли в научную деятельность или там было место творчеству, спорту, может быть, общественной деятельности? Про спорт вообще страшно меня спрашивать. Это, наверное, у меня был самый нелюбимый предмет и в школе, и в университете. Хотя я не могу сказать, что я была абсолютно не спортивная. Я хорошо каталась на коньках, хорошо ходила на лыжах с раннего детства, я хорошо плаваю по сей день. Но там такие области, как, например, лёгкая атлетика, этот канат, я с ужасом вспоминаю. Мне даже во сне в страшном снится, поэтому про спорт здесь говорить вообще нечего. Что касается общественной деятельности, то, понимаете, в советское время в университете, участие на историческом факультете не заниматься хоть какой-то общественной деятельностью было просто нельзя. Поэтому так или иначе я была, по-моему, заместителем секретаря комсомольской организации курса. Выше я не пошла в этом направлении. А что касается научной работы, то да, мне очень повезло с первого курса буквально. На первом курсе я писала курсовую работу по средневековой русской истории, по сатирическим журналам Николая Новикова, у Рената Газичко-Шфудзинова. И у нас, когда я училась на первом курсе, проходил в ветеринарном, по-моему, институте, конкурс именно на знание английского языка, но нужно было представлять какие-то научные результаты, нужно было выступить с докладом. И вот мой первый научный опыт, это как раз был доклад о журналах Николая Ивановича Новикова на английском языке. Но потом предпочтения у меня изменились научные. Тоже благодаря Ренату Газичичу я ему сдавала на первом курсе экзамен по отечественной истории, по истории СССР, как тогда говорили. И когда я ему сдала, он сказал, а не хотите ли вы заняться источниковедением? А я вообще не знала, что это такое тогда, потому что оно преподавалось на третьем курсе. Я пробежала домой, открыла большую советскую энциклопедию, прочитала, что такое источниковедение. Он сказал, захотите, подойдете. Я думала к нему, что я у него буду заниматься. Я к нему подошла, и он мне сказал, ну, раз хотите, вот у нас есть специалист, Нина Михайловна Силаева, это его супруга, о чем я тогда тоже не знала. Вот, пожалуйста, к ней. Ну, и вот со второго курса я стала заниматься источникомедения. Ваши научные изыскания, они пришлись на перестроечное время в основном, да? Это время, когда падают рамки марксистско-ленинской идеологии, да, и методологии в первую очередь. Насколько трудно было приспосабливаться? Приходилось ли вообще приспосабливаться? Или вы были человеком свободным в методологическом плане вот этих рамок? Я была не то чтобы свободная, но я была, наверное, достаточно наивная. И я помню, у меня такой был курьезный совершенно случай, когда я заканчивала университет и выступала на защите дипломной работы, а как раз Нина Михайловна в этот момент была в отпуске. То есть поддержать меня там было особо некому. А комиссия была объединенная. Значит, часть комиссий были представители кафедры истории СССР. Они такие были, ну, скажем, более лояльные. А вторая половина была представитель кафедры истории КПСС. Понятно. Вот. И я, занимаясь тогда изучением, как тогда говорили, буржуазной советологии, буржуазной историографии, по-честному сказала, что есть вот некоторые исследователи, которые прекрасно изучают историю советскую. У них такие-то источниковедческие достижения, привела примеры. И довольная ушла, будучи абсолютно уверенным, что я получила отлично, все завершено. Но потом всех вызвали, мне сказали, да, вы получили пять. А у нас тогда заведующий кафедры отечественной истории был профессор Иван Михайлович Ионенко. Очень такая колоритная тоже фигура интересная. И он мне говорит, зайди-ка ко мне в кабинет. Я захожу к нему в кабинет. Он говорит, а ты знаешь, что тебе чуть двойку не поставили? Я говорю, как? Он говорит, а вот эти вот КПССники, да, они сказали, она идеологически незрелая. Как она может, она комсомолка, какая она комсомолка? Как она могла сказать, что буржуазные фальсификаторы могут верно отражать историю, советскую историю? Тем более, я, говорит, за тебя боролся, но я победил. Вот такой вариант был. А когда я уже начала преподавать, мне было действительно сложно. В каком плане? В том плане, что я же тогда в основном в то время, ну, я вела семинары по источниковедению, но основная нагрузка у меня была по истории СССР советского периода. Я, естественно, была начинающая еще, ну, там много я работала. Я преимущественно вела там семинарские занятия. И было очень сложно готовиться, потому что просто не почему было готовиться. По-моему, основным у меня пособием для подготовки был журнал «Огонек» коротище, да, потому что там действительно можно было и документы найти, и какие-то рассуждения найти. Ну, и плюс мне, конечно, помогло то, что я буквально со второго курса начала заниматься зарубежной историографией. И вот этот вот подход, то, что я у них прочитала, мне удалось использовать уже при обучении студентов. Тут уже можно было смело говорить, что там хорошего и что там плохого. Но это было очень сложно. Потому что ничего не было, такой резкий, резкая перемена. Вы говорите о том, что учебно-методических пособий практически не было, я так понимаю, не только по истории СССР, но и по всем прочим дисциплинам, которым приходилось перестраиваться практически на ходу, да? Ну, советская история, это была самая сложная. Ну, понятно, понятно. Но при этом, насколько я понимаю, многие преподаватели Казанского университета фактически своими руками стали создавать эти учебно-методические пособия по своим курсам. И у вас тоже есть учебно-методические пособия по ряду курсов? Ну, у меня в основном по источниковедению. Ну да, но для вас это было тоже чем-то важным в плане поиска собственной модели преподавания. Это мне буквально, сейчас вы только говорили, экзамены принимала, а вы почему не напишете учебник по источниковедению? Ну, вы прекрасно понимаете, что проще написать несколько книг, чем написать один учебник. Это очень сложная работа, и это нужен хороший авторский коллектив. Только в этом случае, мне кажется, учебник будет удачным, и можно будет пользоваться. Это, наверное, самое сложное вообще, что бывает, это создание учебника. На лекциях вы говорили о том, что у вас очень хорошее, замечательное отношение с мужем, с сыном Аркадием, и ему, да, сыну, вы посвятили даже книгу «Историю елочной игрушки», о которой мы еще поговорим и обратимся. Вообще, как часто вы обращаетесь к научным вопросам дома, если можно у вас спросить? Ну, тут вот разный подход, я бы сказала. Муж у меня ведь, он доктор физик математических наук и преподает у нас в Институте математики и механики Лобачевского. У него, да, у него, конечно, есть свой особый критерий оценки ума человека. То есть он все время говорил, мой сын еще, когда в школе учился, он ему говорил, у мамы все пятерки были по математике в школе, ей математика давалось легко, значит, она умная. То есть у него вот такой вот подход, и как-то вот на исторические темы, ну, понятно, что на тему математики, его там математического анализа, там дифференциальных уравнений, я, конечно, вообще ничего не понимаю, на такие темы мы не разговариваем. Он, мне кажется, тоже как-то вот насчет истории, у него особого интереса к этому нет. А что касается сына, то сын, он, на самом деле, всегда очень этим интересовался. Я из него воспитала гуманитария, то есть папа не сумел из него математикой воспитать. Вы победили в этом противостоянии? Да я не то, что победила, просто папа и не старался. Я думаю, если бы он занимался, может быть, там что-то бы получилось другое. И поэтому он закончил Институт международных отношений, и с ним, ну, я бы сказала, не столько на научные темы мы беседуем, сколько на политические. То есть он такой, очень интересующийся этими вопросами. То есть эти вопросы мы обсуждаем достаточно часто. Годы работы в университете сводили вас с самыми разными историками, преподавателями. О некоторых мы знаем очень хорошо, о некоторых чуть меньше. Поэтому хотел бы поговорить вот об этом периоде вашей работы. В первую очередь это, конечно, то, что вы возглавляли кафедру историографии источниковедния. 12 лет, да, с 2004 по 2016 год. Как вы оцениваете это время? Что бы вы, может быть, выделили? Какую, может быть, самую яркую историю из этого периода? Насколько для вас вот это время было важно? Я, наверное, какую-то историю бы не стала выделять. Но я хочу сказать, что вообще вот нулевые годы, это были очень хорошие годы и в моей творческой биографии, в научной биографии, в жизни. В нулевые годы было в университете работать очень комфортно, очень спокойно, хорошо. А вот эти книги многие были написаны именно в нулевые годы. Не было такой гигантской учебной нагрузки по 900 часов. У профессоров, так сказать, наравне с ассистентом, все имеют одинаковую высокую учебную нагрузку. И, конечно, у нас остается сейчас для творчества, но, честно говоря, гораздо меньше времени, чем это происходило в нулевые годы. То есть я считаю, ну, в моей биографии это золотой период. Но раньше в структуре исторического факультета было, ну, в разное время до девяти кафедр, а сейчас осталось всего, ну, грубо говоря, четыре кафедра. Как вы оцениваете, скорее, положительно, негативно, может быть, сказалось, на состоянии исторической науки в университете? Ну, я не могу оценить это положительно ни в коей мере, потому что у нас была просто уникальная кафедра. Таких кафедр немного было вообще в, ну, скажем, в постсоветское время, да и в советское время. Это была кафедра историографии и источниковедения, которая была создана в 1989 году Алтором Львовичем Литвиным. И у нас была здесь очень сильная, в первую очередь, историографическая. Я бы сказала, хотя бы, я сама источниковедением занимаюсь, но мне кажется, что всё-таки историография у нас сильнее была, чем источниковедение. Ну, моё такое личное впечатление. И у нас были очень широкие и связи и внутри страны, и зарубежные связи. И это моя боль, которую я просто вот, я себя всё время успокаиваю, говорю, ну, ладно, ну, забудь об этом. И дело ведь совершенно не в том, что я там была заведующая, стала я там не заведующей, дело не в этом. У нас была отличная кафедра, но она была маленькая. У нас на кафедре было, ну, в разные периоды 7-8 человек сотрудников, но показатели у нас были очень хорошие. И когда в 16-м году эту кафедру закрыли, это был очень серьёзный удар, и по мне лично, и по всему. Но до сих пор люди, которые работали, говорят, какая была кафедра, и как там было хорошо. Поэтому вот эти все преобразования, которые в процессе оптимизации проходили, причём это ведь касается, ну, с нами ещё более-менее, то есть нас просто присоединили к кафедре отечественной истории, и так мы там остались. Но ведь с другими кафедрами ситуация была гораздо сложнее. Кафедры политической истории вообще уничтожили. Ну, нет, я хочу про другую сказать. Кафедры истории татарского народа. Ведь куда их только, их и разъединяли, и соединяли, с кем их только не присоединяли. То есть я просто очень сочувствую. Там работают очень хорошие люди на этой кафедре, и представители старшего поколения, и мои ученики, да. И я очень им сочувствую, потому что, вы понимаете, что творить в таких условиях, это очень тяжело, когда тебя дёргают постоянно. Значимый историк для Казанского университета. Это Григорий Наумович Вольфсон, у которого вы учились, вместе с которым работали. Я даже помню историю, вы на лекциях однажды говорили, что он заставлял вас, ну, просил, да, указывал на то, что нужно максимально плотно работать с источником, даже до считывания его запаха, да. Как вы оцениваете этот период, может быть, вашей учёбы и вашей работы, вот, вместе с ним? Каким он был историком, каким он был человеком? Григорий Наумович Вольфсон – это очень харизматичная личность, одна из самых харизматичных, наверное, которые я в своей жизни встречала. Хотя я никогда не занималась периодом, которым он особо интересовался, первой половины XIX века. Я помню курс лекций по истории России этого периода, он читал нам первую четверть XIX века. Это было нечто. Он был не только великолепный лектор, но он был и великолепный актёр, я бы сказала. То есть это просто было произведение ораторского искусства. Мы сидели с открытыми ртами, вынимали, как говорится, каждому его слову. И ещё он нас читал вот этот вот курс «Методика исторического исследования». И он очень интересные вещи рассказывал из своего опыта, из каких-то там опытов историографических, из опыта историков крупных. Ну и действительно он говорил очень много об источниковедении, об источнике, и всегда в такой вот необычной форме. То есть, как вы уже сказали, он говорил, что источник нужно не только читать, его нужно не только рассматривать, но нужно его и нюхать, потому что я вам говорила на лекции, он говорил, что в XVIII веке, в XIX веке запах хороших французских духов мог сохраняться на бумаге в течение десятилетий, и по духам можно определить автора. И он меня, ну как это сказать, может быть, даже вдохновил в какой-то степени тоже на научные исследования. Я помню, я делала... Первый год я ещё преподавала на кафедре, я очень рано начала преподавать, я не училась в аспирантуре, то есть сразу, закончив 22 года университет, я тут же оказалась в рядах преподавателей. И когда я первый год выступала и делала доклад по источниковедению, у меня до сих пор хранится эта записка, подписанная Григорием Наумовичем, и он там написал, я понял, вы можете, и расписался. И это для меня была очень значимая, высокая похвала. И с ним было, конечно, общаться очень-очень интересно, очень интересный человек был. Я не говорю, что он был коллекционер, ну и дома я у него бывала. И каждое посещение он был такой хлебосольный, всегда обязательно обедом накормит, гостит. Он в этом плане вообще человек открытый достаточно был, многих привлечет. Очень открытый, да, и всегда вот что-то покажет, расскажет. В общем, это счастье, что такой человек встретился с таким в своей жизни. Вы уже упоминали, что кандидатскую диссертацию вы писали под руководством Нины Михайловны Силаевой, и вообще сразу, да, вот со второго курса, получается, работали вместе с ней. Сейчас это, к сожалению, человек не очень знакомый современному студенчеству, поэтому будет очень интересно узнать от вас, как складывались с ней отношения в процессе работы, каким она была исследователем, и насколько трудно было ее заменить в этом качестве, если можно так сказать, в качестве лектора по источникам. Мы с Ниной Михайловной даже в плане и исследовательском, и преподавательском абсолютно разные люди, потому что Нина Михайловна, она всегда была фанатом документа, и она считала, что документ — это все, это самое главное, это самое важное. Она мне всегда говорила, Алла, ну что вас тянет на всякие такие нетрадиционные источники, на всякие нарративы, это же все так субъективно, вот этот документ. И я понимаю, почему она так говорила. У Нины Михайловны была прекрасная источниковедческая школа. Она закончила Санкт-Петербургский, ну, Ленинградский, да, скажем так, Ленинградский университет. Ее учителем был выдающийся советский источниковед и археограф Сигизмут Натанович Валк. Она занималась в его семинаре, она писала дипломную работу под его руководством, а учителем Сигизмута Натановича Валка был, ну, я считаю, самый выдающийся отечественный источниковед уже древолюционной школы Александр Сергеевич Лапо-Данилевский. Такая прямая. Такая прямая. И когда я приехала первый раз оппонентом в Москву на защиту докторской диссертации в РГГУ, и меня познакомили с Ольгой Михайловной Медушевской, она тоже известнейшим источниковедом, и она спросила, а кто вот был ваш научный руководитель, у кого писали, я сказала, и она говорит, о, так вы, получается, правнучка Лапо-Данилевского. Мне было это тоже страшно приятно слышать, и я об этом не забываю, но стараюсь в какой-то степени соответствовать. Но просто вот сам подход у нас был просто разный. Но при этом я хочу сказать, что вот Нина Михайловна и Ренард Газеевич, у Нины Михайловны не было много, у неё было трое учеников вот за всё время, но они просто для меня стали, если можно сказать, вторыми родителями. И я тоже такой случай вспоминаю трогательный. А когда-то у нас был замечательный санаторий для беременных, который находился на территории парка Горького. И вот я там, как говорится, уже на сносях, буквально за две недели до родов, меня, значит, поместили в этот санаторий. Я в палате сижу, и вдруг прибегает нянечка и говорит, идите, идите, мама с папой пришли. И я выхожу, а там у меня мама с папой, Нина Михайловна и Ренард Газеевич. То есть они для меня, конечно, как родители были, эти люди. Ещё один очень важный человек для исторического факультета, в принципе, в 20 веке, не побоюсь этой фразы, это Альтер Рыбович Литвин, который был составителем кафедры историографии историковедения, как мы уже сказали. Но я бы хотел задать вам такой немножко необычный вопрос под другим ракурсом, непривычным. Когда я знакомился с его мемуарами и читал статью о Николая Петровича Мунькове, из его воспоминания о нём, меня немножко потрясло, даже удивило, что Альтер Рыбович представляется таким человеком, доводящим свою искренность до какой-то исповедальной ноты, манеры общения с читателем, то есть он никогда никого не хвалит, что ли, он всегда говорит, вот как есть. То есть он, наверное, не считал нужным прекраснодушничать, обличать, постоянно пытался ложь, несправедливость, самые такие тёмные, порочные стороны человека. Но так как я не имею возможности пообщаться с ним лично, и только могу через тексты это делать, я хотел вас уточнить, каким человеком он был в жизни. Мне не кажется, это было действительно так? Ну, в первую очередь, Альтер Рыбович – это человек очень сложной судьбы, потому что он был сыном репрессированного, отца репрессировали за политический анекдот, который он рассказал, и он остался с тремя младшими сестрёнками, ему самому было 16 лет, он вынужден был бросить, ну, он доучился в вечерней школе, потом он пошёл на завод работать для того, чтобы вот этих, у него мать умерла, в общем, он этих девочек он вырастил, вот, можно сказать, сам ребёнок он вырастил, и поэтому его, я считаю, главный научный интерес – это проблема террора, причём красного и белого террора, его знаменитая работа «Красный и белый террор в России», которая принесла, не побоюсь сказать, ему мировую известность. То есть, ну, по крайней мере, я могу говорить о Соединённых Штатах, где я неоднократно была, выступала с докладами, и ко мне подходили и говорили. Единственное имя они мне называли, нет, два имени они мне называли. Первое они спрашивали, а вы Литвина знаете? Я говорила, ну как же, и тут я гордо говорила, я его ученица, хотя прямой ученицей я не была, вот чтобы он был моим научным руководителем, он был у меня оппонентом по кандидатской диссертации. И второй, кого они называли, это у нас был такой очень известный политолог Медхат Фарукшин. Они меня спрашивали, а Фарукшина вы знаете? Я говорю, да, но, конечно, не так, как Алтар Львовича. И это тоже был настолько харизматичный человек. Конечно, это совершенно другое, чем Григорий Наумович, но очень интересно. Он так рассказывал, и мы тоже часто, я бывала у него дома, и бывала с сыном, уже сын был подростком, потом студентом. И вот я, супруга Алтар Львовича, она тоже была историкой, она была доцентка федератической истории до советской, до 20 века. И мы с Войной Адольфиной идём на кухню, пьём там чай, а мой ребёнок наслаждается, слушает Алтар Львовича. И потом я говорю, ну всё, пошли домой железным тоном. А он говорит, мама, ну ещё хотя бы немного. И удивительно, вот он не историк, да, как я вам уже сказала, он вообще работает в финансовой сфере, но книга «Красный и белый террор», она в его библиотеке и есть. Прочитана. Это действительно, Алтар Львович, это выдающийся историк, изучающий советский период. Источниковед, историограф, публикатор, археограф. Огромный вклад. Причём то, о чём вы сказали, да, проблема террора его волновала не только в гражданскую войну, но и относительно политических репрессий. Да, конечно. И позднее он же был в комиссии по реабилитации. Да, по реабилитации. И когда он был у нас заведующим кафедрой, к нам на кафедру постоянно приходили посторонние люди. Тогда проще было в университет пройти, ему никаких пропусков было не нужно. И он говорил, ну это вот в связи с деятельностью в комиссии, они просят помочь, просят... У меня, как у начинающего исследователя, тоже есть к вам ряд таких проблемных научных вопросов, не только по источниковению, но и по истории в целом. И, наверное, первый такой вопрос, которого бы я начал, это вопрос об облике, об образе историка. Наверное, я бы не побоялся назвать вас, Светлану Юрьевну Малышеву, самыми результативными историками Казанского университета. Это звучит, я понимаю, не очень может быть корректно, но в первую очередь я сюда вкладываю момент публикационной активности. У вас ежегодно выходит несколько статей, причем статей в ведущих журналах, в вестниках университетов. Но насколько для вас лично важны эти количественные показатели? Или вы все-таки делаете большую ставку на качество, как вот это совмещать, высокий стандарт публикационной активности и качества? Потому что как будто в нашей парадигме либо одно, либо другое. Вы знаете, вообще-то у меня, вот я тут веду, конечно, подсчет, потому что, думаю, потом забуду, у меня больше 300 публикаций научных. Ну, сейчас вот только что недавно буквально перевалилось за 300, может быть, месяц тому назад. То есть есть такой рекорд личный, но для меня, в принципе, количество никогда не имело вообще никакого значения. А много, почему появлялось, ну, я не беру здесь монографию, скажем, статьи, потому что много друзей, знакомых, приятелей, которые либо в редакции журнала, либо выпускают какой-то сборник, они обращаются и просят, ой, ну, напиши что-нибудь. Ну, как-то вот другу, приятелю как-то не откажешь. До определенного времени я не отказывала, я всем давала согласие, я писала. Но вы же знаете, что несколько лет тому назад, даже достаточно много тому назад, у нас были введены чисто количественные показатели определения уровня результативности научной работы преподавателя. То есть в прежние времена, вот в те же счастливые нулевые годы, говорили, ну, хорошо, у нас ректор Максим Хальмович Салахов, я была тогда членом Большого Совета, тоже долгое время, и он всегда говорил, что там монография есть, но это же главное. И человек написал монографию, такой огромный труд. И он даже всегда не настаивал на том, чтобы были учебные пособия, потому что он говорил, человек написал монографию, студенты будут учиться по этой монографии. То есть не было вот такой нормализации жесткой, и вот эти рамки у нас в помещении. Но, конечно, ситуация изменилась, и начался вот этот вот подсчет. Понимаете, невозможно, ведь если мы будем писать на потребу с Копусу и в Эпофф Сайенсов, у меня было такое предложение, кстати, очень коварное, из одного ведущего американского журнала, политического журнала. Это было где-то, наверное, может быть, 2014 или 2015 год. И они сказали, напишите нам, что происходит в Казанском университете у вас сейчас резко критическую статью о Казанском университете. Я им говорю, ну я же не сумасшедшая, я тут работаю, зачем же я в американский журнал буду писать резко критическую статью? Они мне говорят, а мы вас опубликуем под псевдонимом, никто не узнает, но я отказалась. Но там бы я была в первом квартире, пожалуйста. Но вы же понимаете ситуацию. То есть мы должны выражать не то, что они от нас хотят услышать, а то, что мы думаем на самом деле. И поэтому попасть не во все. Я не хочу сказать, что все зарубежные издания, вот такие вот все они ангажированные. Но есть, да, более академические издания. Но все-таки, мне кажется, это не те рейтинги, где мы должны были стать. Ну и в связи с этим, да, последний вопрос, связанный со статьями. Есть ли у вас любимая статья, которую вы помните, вспоминаете периодически, обращаетесь к ней? Именно статья? Нет, наверное. Нет. Хорошо. Статьи нет. Тогда следующий вопрос. На мой взгляд, вы представляете собой историка, которая очень умело сочетает академический язык, такой стандартный научный язык, и при этом осюжетенность повествования, какой-то интерес. Школа Алексея Львовича, ну, автор Львовича. Мы его зовем Алексея Львовича, потому что, да, да, школа официально-то, автор Львовича Львовича Львовича. Он умел так писать и нас так научил. Но, на ваш взгляд, это некоторая норма, или это, скорее, упущение отхода от академического языка, от строгой научности? Ну, я не знаю, это мое субъективное мнение, безусловно, но тяжело. Иногда подчас бывают такие тексты, и потом тексты страдают иногда ненужным наукообразием. И здесь я хочу, используя возможность, выразить глубочайшую благодарность редакторам нашего журнала «Ученые записки Казанского университета» серии гуманитарной науки, которые, хотя вот я стараюсь избегать таких моментов, но они проводят такую огромную редакторскую работу, и они возвращают нашим текстам нормальный, прекрасный русский язык. Эти тексты становятся более понятными, более доступными. Но потом ведь зависит все-таки целевая аудитория, для кого вы пишете. То есть если вы пишете научпоп, это будет один язык, а если вы пишете фундаментальные исследования, ну, мне кажется, что все равно можно написать и фундаментальные академические исследования так, чтобы там не было залами вот этой ужасной. Вот и в продолжение, наверное, этого вопроса, вопрос о том, что сейчас, наверное, история существует в основном в двух вариациях. Это вариация массового общественного исторического сознания и профессиональной историографии. У них обоих есть недочеты, да, в массовом сознании мифологизировано, там очень много суеверий каких-то, штампов, а в профессиональной историографии очень много, ну, того, что не имеет, может быть, даже отношения к реальной жизни, какие-то конструкты, да, историографические, в том числе. Как вам кажется, насколько современный историк должен, может быть, примерять две эти истории? Какова задача современного историка? Ну, наверное, лучше меня надо почитать Джона Тоша, Антуана Про, это было уже достаточно давно, но там эти вопросы поднимаются, и в курсе метода исторического исследования, который, я считаю, в магистратуре, общий курс, мы эти книги читаем, мы рассматриваем, но мне кажется, что всё-таки задача профессионального историка заключается не в том, чтобы замыкаться вот в своей тискарлупе, профессиональной, и я считаю, что знания готовы, они должны быть переданы в такой форме, чтобы они доходили до широкой аудитории, её нужно просвещать, они должны знать, потому что, вот, кстати, универт ТВ, по-моему, показала сюжет 22 апреля, и там опрашивали студентов, кто такой Владимир Ильич Ленин, ну, там, кто как отвечал, показывает очень жизнерадостную, веселую девушку, и она начинает смеяться радостно, и ничего не говорит, только хихикает, а потом такой комментарий, эта девушка является студенткой Института международных отношений, думаю, не дай бог историком, то есть она даже не смогла сформулировать. Совместно с Цветаной Юрьевной Малышевой и с Еленой Анатольевной Вишленковой, как раз те самые замечательные 2000-е годы, о которых мы уже говорили, вы написали две работы, это «Культура повседневности провинциального города», Казань и Казанцы, и работа, которая стала вообще хрестоматийной по университологии, это «Тера университатис», два века истории Казанского университета. И в этой связи мне было бы очень интересно узнать, как вы пришли к этой проблематике в тот период времени, когда она, наверное, в отечественной историографии еще не была настолько актуальной, что ли, настолько в авангарде науки. Ну, здесь разные были толчки, я бы сказал, триггеры. Что касается «Тера университатис», я не собиралась совершенно писать такую книгу, потому что у нас историей университета занималась Елена Анатольевна в большей степени. Но мы, правда, тоже со Светланой Юрьевной вчетвером, с Владимиром Васильевичем Астафьевым и Диляром Акзумовым Галюлиной к юбилею мы выпустили такую небольшую, ну, она не совсем маленькая, страничка на 250, но вчетвером-то получается не так много, книгу «Изучение преподавания отечественной истории в Казанском университете». Это была инициатива Алтера Львовича Литвина, он тогда был заведующий кафедры, он сказал, ну, к юбилею же надо что-то написать. Я очень добросовестно отнеслась, я перечитала, это была историография, я перечитала там кучу работ, ну, и вроде как на этом все поставили точку, никто не собирался. И вот я как раз была по гранту в университете Радгерс, и мне Светлана Юрьевна пишет туда письмо, и говорит, вот приедешь, и будем писать огромную книгу по истории Казанского университета. Я думаю, вот что меня ждет. Было решено все очень просто, это ректор, приближался юбилей, ректор пригласил Алтера Львовича, сказал, ну вот, что вы мне можете посоветовать, кого, как вообще вы все это видите. Ну и тогда было подготовлено две книги, вторая тоже очень хорошая книга, это история Казанского университета под редакцией Игоря Петровича. Игорь Малаева, Казанский университет 1804-2004, она просто совершенно другая, она институциональная, у нас Елена Анатольевна там тоже есть по главе в той книге, но там немножко мы по-другому писали. Вот, а здесь мы поделили на части, распределили, кто какую часть будет писать, ну вот я, в частности, писала раздел города, потому что урбанистикой я тогда уже интересовалась, но Елена Анатольевна писала весь до советский период, она, конечно, львиную долю, то есть половина книги это ее, а по четвертинке у нас и Светлана Юрьевна, и мы писали уже советский период, и мы между собой там с ней поделили там шесть глав, ну то есть три она писала, три я писала. Во многом вопрос об этой книге, это вопрос еще и о написании коллективного труда в принципе, насколько это было тяжело? Видимо, у нас все-таки школа одна, историческая школа Казанского университета, потому что конфликтов каких-то у нас не было. Я не буду называть сейчас имен, но я знаю, что Елена Анатольевна писала с одним из коллег одну из работ, и в результате, она говорит, мы с ним просто разругались, потому что такая разница в подходах, во взглядах, просто, ну они написали, конечно, в конечном итоге, но тяжело было, вот. А у нас мы как вот писали, каждый писал свой кусок, а потом передавал на прочтение коллегам, то есть каждый правил друг друга, что-то добавлял, что-то изменял, но шел процесс просто как по маслу, я бы сказала, все получилось. Другая очень важная для вас и для университета, не побываясь этого слова, работа, это российское детство в 20 веке, которое принесло вам славу основоположникам междисциплинарного направления источниковедения истории детства. И когда я пытался, скажем, прямо достаточно поверхностно ознакомиться с проблематикой истории детства в принципе, я неизменно во всех статьях встречался с отсылками на вашу работу. Даже вы мне ее однажды дали почитать, я ее с удовольствием сколько успел, сколько смог прочел, но мне стало интересно, в какой момент вы вообще заинтересовались феноменом российского детства и детства в принципе? Вообще, я детей очень люблю, любитель детей всяких разных, я не могу спокойно смотреть на ребенка, я умиляюсь, хотя вот у меня, к сожалению, только один, но у меня внучка теперь есть, тут я меньше умиляюсь, тут я более строгая, но я тоже, вот понимаете, вот все книги, которые я писала, это все спонтанно, у меня никогда, вот отличие от Светланы Юрьевны, у нее, она вообще очень человек такой, она все планирует, у нее все заранее, а у меня все книги, которые практически я написала, все это происходило спонтанно, ну может быть, грант выигрывали, да? Вот, а здесь как получилось? Здесь тоже я должна сказать спасибо Светлане Юрьевне. Получилось так, что у меня был день рождения, и Светлана Юрьевна подарила мне прекрасную книгу, это 500 воспоминаний русских детей-эмигрантов, которые были собраны в начале 20-х годов русскими учителями в эмиграции, значит, там интересный был такой проект, то есть собрали всех детей, два урока им выделили, и они за два урока должны были написать, что я помню о России, что я помню о своих родителях, там, вот. Это была очень интересная книга, я ей пользуюсь до сих пор, потому что это просто неисчерпаемый источник, совершенно, и я как-то увлеклась, и началось вот с этого сборника опубликованного. Ну и потом так получилось, у нас здесь была Соросовская школа, приехал Виталий А. Григорьевич Безрогов, да, но я еще автобиографистикой занималась, и тоже у меня гранты были по автобиографистике, и мне всегда казалось, что вот нужно все-таки в детство уходить, такой психоаналитический подход, потому что почему человек, я автобиографиями историков занималась, то есть почему он стал, это в детстве заложено, или он там случайно историком стал, вот, и приехал тогда Виталий Григорьевич Безрогов, здесь крупнейший специалист по истории детства, но он больше средневековым детством занимался, можно сказать, лидер нашей ювенологической школы, к сожалению, вот скончавшийся человек 60 лет, неожиданно, совершенно, сейчас лидера такого уже нет, к сожалению, вот, и он мне тогда сказал, вы не хотите что-нибудь написать, ну вот я написала первую статью, и потом от этой статьи как-то все пошло, 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 и Светлана Юрьевна говорит, нужно это все в книгу оформить, ну и появилась книга, там очень много фотографий, там есть и мои фотографии, и моего сына, и, в общем, моего отца, и кого-то, и мамы, и кого-то, только нет. Такой исторический эксперимент у вас был. Исторический эксперимент, но я бы хотела сказать, что здесь вот личностного, в отличие от елочной игрушки, в этой книге меньше, она более, там есть воспоминания немножко, в основном воспоминания моей бабушки, у меня бабушка дожила до 96 лет, то есть прекрасный был информант для устной истории, я ее опрашивала, и какие-то сюжеты, вот вошли и в книгу о повседневности, что-то там вошло немножко в детство, но не так много. Но очень важной мне показалась ваша фраза, по-моему, вы о ней пишете в первой главе, что вообще в истории в целом всегда было недостатка даже отсутствия детей. Как вам кажется, вот сейчас меняется что-то в этом направлении? Я тут писала пару историографических статей, как раз вот по истории детства, и я пишу, оно меняется, но, к сожалению, вот такой есть период в историографии, когда начинают много достаточно заниматься, но идут как-то не вглубь, а вширь. То есть сейчас очень много работ по истории детства, где они только не появляются, там и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Географические. Да, и мне пишут, ой, пожалуйста, вашу книгу нужна, я, значит, у меня уже почти, по-моему, пять штук всего осталось, да, я посылаю, конечно, пока могу посылать, но, конечно, вот, конечно, трудно претендовать стать вторым Филиппом Арьесом, основоположником истории детства, но хотелось бы все-таки больше в глубину, больше в глубину. Но что вы под этим подразумеваете? То есть изучение ментальности детей и изменения? Каких-то теоретик, не логические какие-то вопросы, а не просто, я понимаю прекрасно, когда человек работает в архиве, он собрал там детство в Кемеровской области, детство там где-нибудь в Тюминск, это все чудесно, да, но это все, то есть есть готовая схема, как писать такую работу, и в схему закладываются источники по-своему, это тоже нужно делать, и, наверное, этот этап нужно пройти, может быть, следующий этап, это будет уже, он будет методологически выше, так сказать. Но все-таки одной из ваших ключевых работ, наверное, самой известной для массового читателя, является история елочной игрушки или «Как наряжали советскую елку», которая на данный момент выдержала уже три переиздания в издательстве «Новое литературное обозрение», и на различных платформах вы неоднократно рассказывали о ней, говорили о том, как вы ее писали, как родилась идея этого сюжета, поэтому я отсылаю к этим интервью наших уважаемых зрителей. Мне было бы интересно узнать несколько другой аспект. Можно ли сказать, что этот труд стал для вас продолжением в принципе труда о детстве, и пытались ли вы через историю елочной игрушки изучить историю страны в целом, или это не так работает? На самом деле, вы абсолютно правы. Конечно, елочная игрушка – это радость не только для детей, но и для взрослых, это понятно, но в первую очередь, для кого рождественский праздник проводился, для детей, потом исторически уже изменилось. Поэтому я считаю, что в значительной степени, конечно, это продолжение все той же проблематики детства, школы, образования. И, безусловно, я об этом пишу, что в принципе есть много, ну как вам сказать, есть символически значимые вещи в повседневном мире, которые несут в себе в такой вот глубокий, ну глубокую, я бы сказала, источниковую информацию, по которым можно, да, реконструировать историю, но только когда? С того момента, когда елочная игрушка проникла в Россию в более ранний период, конечно, безусловно. И более того, вы пишете о том, что, например, с 60-х годов этот источник уже не так интересен, поскольку он становится массовым. Он становится не то, что массовым, а просто кустарное производство. Оно становится, да, оно становится массовым, и игрушка, она уже утрачивает свою такую самобытность и эксклюзивность. Перестает быть продуктом человеческой психики в какой-то степени. Ну, и человеческих рук в какой-то степени. Ну, сейчас ведь тоже есть, да, центры такие, где вручную делают игрушку. Ну, мне кажется, что и, в общем, современность тоже интересно, как это воспринимается, тоже можно изучить вполне. Ну, вот для нас, студентов, эта книжка еще интересна тем, что, ну, мы постоянно восторгаемся, что автор, который публикуется в таком очень важном издательстве, а у нас все книжки в библиотеке нашей в деревне универсиады, они вот сплошь новое литературное обозрение. Ну, наверное, это во многом действительно передовое сейчас издательство, научно, очень популярная литература. И поэтому очень важный для меня личный вопрос, как вы думаете, вот иерархия столичного и провинциального в науке, в гуманитаристике в России сохраняется, или, в принципе, провинциальный ученый ничем не хуже? Понятно, что он ничем не хуже, но как он воспринимается столичными учеными? Ну, мне кажется, нормально. Я никогда не почувствовала какого-то пренебрежительного отношения. Мне кажется, просто от ученого зависит. У нас очень много прекрасных историков в провинции. Это не значит, что всех должны собрать только в центре. Но это еще говорит о каком-то доступе, что ли, к информационному ресурсу. То есть сейчас провинциальный историк спокойно может публиковаться в ведущих издательствах, если его работа действительно значима. Конечно, безусловно. То есть многое изменилось, так скажем, с 20 века. Да, раньше сложнее это было бы, конечно. Ну и заключительный вопрос нашего такого биографического блока о том, что между нами студентами постоянно витает фраза, что историк – это человек, который с книжкой в руках должен сидеть, постоянно какой-то текст читать, анализировать, размышлять над ним. Поэтому у меня к вам вопрос, насколько справедливым вообще вы можете назвать этот тезис? Действительно ли историк – это человек, который постоянно живет с текстом? И второй вопрос – что вы читаете на данный момент? Мне после Андрея Юрьевича даже как-то неловко отвечать, потому что у меня своеобразный вкус. Я очень люблю художественную литературу. и научилась пять лет я читать. С тех пор читаю постоянно и читала всегда много и в студенческие годы. Мне всегда почему-то на это хватало времени, потому что я могу сказать, что чтение художественной литературы – это мое в жизни. И у меня два любимых занятия в жизни. Вот самый кайф большой от чего – это читать художественную литературу и плавать. Два хобби, я бы сказала. Духовное и физическое. Да, это просто все для меня. И у меня, конечно, совершенно другой вкус. И я хочу сказать, что я сейчас читаю совершенно не Достоевского, а читаю я сейчас Дэна Симмонса «Книгу террор». Это такой мистический, исторический триллер о полярной экспедиции, которая в середине XIX века, в 1845-1847 году британский флот, британские мореплаватели пытались открыть северо-западный морской путь. То есть арктическая была экспедиция, но там есть и элементы мистики. Мама у меня, которая филолог по образованию, всегда говорила мне, у тебя плохой вкус в литературе, надо читать русскую литературу. Нет, я ее читала, конечно, это не значит, что я вообще игнорировала. Но меня, видимо, испортило то, что я училась в английской школе. И у нас был курс английской литературы, американской литературы, и с тех пор англоязычная литература, ну, я не знаю, к счастью или к сожалению, пусть это и классическая литература, и современная, находится в кругу моих приоритетов. Кроме того, мой круг чтения во многом определяет мой сын, который очень любит читать. Вот я сумела эту любовь в него заложить, причем бумажные книги, он их покупает. И он все время мне говорит, он приносит мне очередную книгу и говорит, там могут быть какие-то даже философские секции. Честно скажу, я даже не со всеми справляюсь иногда. Он читает, и он говорит, мама, это будет позор, если студенты прочитают, и тебя спросят, а ты не читала. И вот сейчас этот террор, тоже он мне принес, и он сказал абсолютно правильно. Знаешь, там не про этого белого медведя, который там всех сожрал в этой Арктике, а это про повседневность людей, вот этого мужского коллектива, замкнутого, всомкнутыми льдами корабле. Вот как они выживали, и на самом деле сильная книга. В таком случае англоязычную литературу в основном в переводе читаете или в оригинале? Ну, когда я была, скажем, в школьнице, да, то там приходилось читать в оригинале, у нас просто было вне классное чтение, мы читали. В студентке я как-то тоже, я боялась потерять язык, и я читала. Но сейчас я, конечно, ну, не читаю, да, я только с внучкой занимаюсь английским, но сейчас есть какие-то другие возможности, ну, то есть там Russia Today можно слушать, да, чтобы немножко на слов, чтобы аудирование вот это вот не утратить, потому что сейчас, конечно, меньше приходится говорить по-английски, слушать. Следующая рубрика нашего интервью, и это рубрика «Время и люди», мы хотим попросить вас охарактеризовать буквально одной фразой, может быть, одной историей, как вам будет удобно, нескольких подобранных нами личностей, с которыми вас связывала судьба, работа, и первой мы выделили Ирину Дмитриевну Прохорову. Человек, который сделал меня очень популярной в России. А это было предложение от нее? Это было предложение от нового литературного обозрения, они сказали, что напишите ли вы нам какую-нибудь книгу в серии культуры повседневности. И я подумала, думаю, а почему нет? «Елочная игрушка» — прекрасный сюжет. Это я придумала. И второй человек, тоже автор, известный для нового литературного обозрения, это Елена Владимировна Душечкина. С этой книги, которую мне тоже подарила Светлана Юрьевна, я начинала изучение «Елочной игрушки». Это первая работа была, она, кстати, переиздана в этом году одновременно. Они переиздали мою, и книгу, к сожалению, от коронавируса Елена Владимировна скончалась, очень жаль, но вот они две книги переиздали. Дилера Макзумовна Галиулина, ваш соавтор. Я считаю ее, во-первых, моим прекрасным соавтором, и вот эта вот книга по «Татарской оливба», по истории «Татарского букваря», тоже это было ноу-хау, потому что не было такой книги, посвященной «Национальному букварю». Это первая книга, и эта книга никогда бы не появилась без Диляра Макзумовна, потому что понятно, что мне нужен был носитель языка, она прекрасный носитель языка, и, в общем, вот мой соавтор и мой продолжатель в источниковении, моя ученица. Артем Валентинович все состоялось, и теперь у нас есть общий сюжет, просто у нас разница между моей внучкой и его сыном составляет два месяца. Мы обсуждаем детский сад, поход в первый класс, то есть мы стали очень еще ближе друг к другу, чем раньше. Римма Габдархаковна, это тоже моя ученица, очень серьезный, вдумчивый человек, очень благодарный человек. Хотя она давно защитила кандидатскую диссертацию, она мне на день рождения всегда дарит белые хризантемы, и всегда, тут вообще классная история, ровно в 12 часов ночи под бой курантов, раздается звонок, и я всегда думаю, так, мне успеть загадать желание, потому что сейчас мне будет звонить Римма, и она меня вот всегда ровно в 12 часов поздравляет с Новым годом. Здорово. Очень теплая история. Очень теплая. Владимир Васильевич Астафьев? Владимир Васильевич я знаю очень давно, он учился в параллельной, правда, группе, он у нас был комсомольский лидер и вождь, он был прекрасным студентом, ленинским стипендиатом, и он был, вот знаете, когда говорят о, скажем, каких-то общественных деятелей советского периода, иногда какое-то очень банальное о них представление, ну вот, они там члены КПСС, они такие, зашоренные, такие были, на самом деле были разные, да, скажем, и вот он, конечно, был из числа лучших, я помню, нас отправили на субботник, мы должны были после ремонта очищать здание какой-то школы, новопостроенной, и мы туда пришли, а Владимира Васильевича почему-то с нами не было, и нам никак не давали инвентарь, но мы комсомольцы, как ответственные, и думали, ну что же нам делать в этой ситуации, и сказали, давайте пойдем к Владимиру Васильевичу поедем, мы к нему приехали, говорим, ну кто-то там, наши делегаты из наших групп, вот, и он тогда нас посмотрел, идите-ка вы домой, то есть он очень человечный, он был человечный, он таким и остается. Светлана Юрьевна Малышева. Это даже не просто подруга, это просто родной мне человек, для которой я готова на все. Ну и Алла Аркадьевна Сальникова. Ну, я, наверное, про себя могу только сказать, что я очень университетский человек, у меня вся жизнь с университетом связана, в университете я нашла себе мужа, вернее, он меня нашел, мы познакомились, когда приезжал Хоникер, и мы стояли флажками, махали, я была студенткой второго курса, а он был уже молодой преподаватель, первый год работал, и он говорит, я тебя высмотрел, и потом он ко мне, значит, уже подошел в троллейбусе, и мы познакомились, ну и, в общем, вот так вот судьба сложилась, то есть у меня с университетом вообще все связано, я себя без университета просто не представляю, и хотела бы, чтобы вот насколько я смогу здесь остаться, и чтобы вот всегда он был в моей жизни, в моей судьбе. Ну и рубрика «Блиц» последняя часть нашего интервью, вопросы составлены, может быть, не очень корректно, но нам интересно узнать ваше мнение именно вот под таким ракурсом. Первый вопрос, в чем главная заслуга Александра Сергеевича Лапа Данилевского? Основоположник, методология, источниковедия в России. Советская елочная игрушка или современная? Советская. Оказавшись политическим деятелем в начале 20 века, в какую политическую партию вы бы записались и почему? Я бы никогда не оказалась, потому что в силу своего происхождения у меня по одной линии там сплошные купцы, а по другой линии у меня сплошные уральские казаки. Поэтому я бы, наверное, скорее была просто верной, хорошей женой, мастерью. Какая книга изменила? Далекая от политики. А изменила меня книга Бориса Житкова, что я видел. Это была первая толстая книга, которую в пять лет я прочитала сама. Историография или источниковедение? Источниковедение. Что является сердцем университета? Преподаватели или студенты? Наверное, студенты сердце, а преподаватели головы. К сожалению, очень трудно передать в одном выпуске и охватить всю вашу биографию, поэтому мы совершенно не затронули ваш зарубежный опыт, зарубежного преподавания. Но я уверен, что это прекрасная возможность записать вторую часть интервью. Поэтому заранее заочно приглашаю вас на нее. Спасибо. Спасибо большое вам за это очень важное для меня и для наших студентов интервью. Я бы хотел вам преподнести цветы. Спасибо большое. Спасибо. Очень красивые. Прекрасные. Будем рады видеть вас снова. У нас в гостях была Алла Аркадьевна Сальникова, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной истории и архивоведения Казанского федерального университета. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok